Всем привет! Меня зовут Катя и в сегодняшнем видео вы увидите ТОП 10 самых сексуальных косплеев. Ну что ж, поехали! Десятое место нашего рейтинга занял никто иной, как Карлос Бланчик. Он известен как самый лучший средневековый Бэтмен со своим костюмом, который состоит из черных кожаных доспехов. Этот косплей он готовил несколько лет, открыто заявляя, что хочет быть уникальным воплощением персонажа. Я люблю чувства, когда на тебя обращаются все взоры публики. В этот момент я понимаю, что сделал нечто особенное, говорит Карлос. А кто не любит, когда на него обращают внимание, спрошу я. Явно не те, кто сейчас смотрит это видео. Девятое место досталось Стивену Фропсу. Фропс известен как человек, создающий невероятные маски для лица. Это довольно сложный процесс, который требует высокого уровня терпения и мастерства. В 2012 году он направил свои художественные способности в новую сферу, создавая аксессуары и костюмы из известных видеоигр. В настоящее время он известен всеми своими работами по мотивам Borderlands. В начале 2014 года он создал шлем дракона из видеоигры Dragon Age. Восьмое место занимает популярный косплеер Майкл Уилсон. Начиная с 2012 года Уилсон занимается благотворительностью с помощью своих косплей-костюмов. Он участвует во многих благотворительных акциях, в дни рождениях и посещает детские больницы. Майкл надеется, что его работа в косплее может вдохновить фанатов на более позитивные и благородные спят на жизнь. В 2014 году был удостоен премии президента добровольцев за свою деятельность в благотворительности через косплей. Среди его лучших работ можно отметить костюмы Черной Вдовы, Венома и Лунного Рыцаря. На седьмом месте Джефф Зиггерт. Невероятно талантливый художник, дизайнер по костюмам и музыкальный продюсер из Соединенных Штатов Америки. Его уникальный невероятно реалистичный костюм Райдена из игры Metal Gear просто поражает. К сожалению, Джефф куда-то пропал из мира косплея. В последнее время мало где появляется. Ничего не известно о том, как он сейчас живет. Наверное, в скором времени мы будем свидетельствовать его новой работы. На шестом месте нашего рейтинга разместился выдающий косплеер из Сан-Диего Джонни Джанкерс. Джонни участвует в фестивале с 2011 года, делая впечатляющие костюмы и не менее уникальный реквизит, не стесняясь показывать свою мускулатуру. На его счету большой список работ, сделанных для Riot Games, Worcester Teas и Cox Puddles. Он ведет видео уроки о создании костюмов и реквизитов для того, чтобы каждый желающий мог стать косплеем. 5 место. Elfie Cosplay Elfie был замечен косплеем с 2006 года и создал более 35 образов. Он любит работать над доспехами и аксессуарами, открывать новые методы в создании костюмов. Его таланты и усилия дали ему право представлять Финляндию в 2011 году на ежегодной всемирной встрече косплеев в World Cosplay Summit в Японии. С тех пор его регулярно приглашают выступать на фестивалях, а также быть членом жюри на косплей-конкурсах. Путешествуя по миру, Elfie любит встречать поклонников и коллег-косплееров из разных стран. 4 место. Данквиш Данквиш родился в Канаде, но живет в Сиэтле, штат Вашингтон. Начал заниматься косплеем, когда еще был очень молод. Данквиш воплощает героев из известной игры Mortal Kombat. Если вы не видели Данквиша в образе бойцов из Mortal Kombat, то вы многое пропустили. Но у меня хорошая новость. В этом видео и прямо сейчас вы сможете посмотреть эти фото. За 4 года Данквиш добился больших успехов, посещая самые разные фестивали. Вот мы и добрались до тройки лидеров, и прежде чем объявить список лучших, давайте вспомним всех участников, которые им уступили. 10 место. Средневековый Бэтмен Карлос Бланчер. 9 место. Стивен Пропп с невероятными масками и аксессуарами. 8 место. Человек-благотворительность Майкл Уилсон. Райден из Metal Gear занял 7 место. 6 место. Учитель по косплею Джонни Джамкерс. 5 место. Талантливый Финк Элфи. 4 место. Занял боец из Mortal Kombat Данквиш. 5 место. Тройку лидеров открывает профессиональный косплеер, участник, призер из Италии и член жюри во многих конкурсах и конвентах Леон Чиро. Больше всего любит косплеить персонажей из видеоигр. Самостоятельно созданные косплей-костюмы не перестают удивлять своим сходством с оригинальным персонажем и качеством исполнения. Леон является главным конкурентом в европейских конкурсах косплея и выиграл многочисленные конкурсы в Италии и в Европе. В 2013 году Леон начал путешествовать по всему миру, был приглашен в качестве специального гостя на различные конкурсы в Италии и в Европе. В промежутках между процессом создания очередного образа Леон учится на факультете физиотерапии и также подрабатывает моделью. Леона можно увидеть в образах известных персонажей видеоигр, например, Данте из Devil May Cry 3, а также Оливера Куина. Второе место нашего рейтинга заслужил актер, фотограф и косплеер Энтони Мизиано. Еще до того, как Кристофер Нолан и Хит Леджер поменяли внешний вид и личность Джокера на ту, что мы видим в трилогии о Бэтмене, существовал лишь один Джокер. Джокер Харли – это Энтони Мизиано. Гик со злобной усмешкой и тяга к созиданиям, как говорит он сам. Его костюм и внешний вид настолько неотличимы от Джокера, что можно подумать, будто этот персонаж и жир. По профессии Энтони Мизиано – актер. Зачастую Мизиано видит себя в качестве художника по костюму, а не косплеера. На первом месте нашего рейтинга – Дипиди. Дипиди живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Занимается косплеем Дипиди начал с 2004 года. Этот косплеер единственный, кто отказывается раскрывать свое настоящее имя. В основном известен косплей из вселенной Марвел на персонажа Дэдпул. Первые косплеи были на Человека-паука и Икс-мен. Образ Дэдпула в его исполнении впервые появился в 2009 году. Любит снимать видео и заливать их на свой канал в YouTube. Он способствовал популяризации Дэдпула в интернете через свои видео и тысячи картинок гифок. Помимо известности в онлайне, он также приглашается на сайты и блоги. Например, Бизнес Инсайда, Плейбой и многие другие. Он активно участвовал в известной компании видеоигры Activision. Ну, кто же не знает такие хиты, как Вейн, Дум, Call of Duty и, конечно же, игра 2013 года Дэдпул. А кого вы считаете самым сексуальным косплеем? Пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!